Тур Мазелова После концертов в Москве и в Питере мы с Илюхой сразу же договорились о том, что имеет смысл, типа да еще даже до этих концертов мы обсуждали что было бы клево сделать тур на весну и вот после там относительно успешных, ну я считаю пиздец каких успешных с финансовой точки зрения там и со стороны кайфа мероприятий в Москве и в Петербурге Илья такой, давай поедем, короче, тогда в тур. И мы с ГНГ такие, типа, давайте сделаем тур маленький, типа, какой-нибудь по региональным центрам, чисто проехаться посмотреть, как мы себя чувствуем как, что бы вы не пиздели кататься в турах, как Глеб три дня дождя, блядь, типа, никто не собирался типа, если что, потому что было пиздец, как, типа, тяжело это все делать. Вот. И соответственно, мы взяли, да, там, Сибирь Урал Юг, типа, там, и близлежащие к Москве и Питеру города. Типа, то есть, их там, как бы, не дохуя. Опять же, типа, была логика такая, что если вам пиздец как надо, вы можете посегда приехать в какую-нибудь Казань, блядь, из Нижневартовска какого-нибудь, и спокойно, блядь, типа, откататься. Вот. И мы, значит, занялись этим вопросом. Был рожден тур, или я только начинаю, там урана, как Глебу жупру в туре. Бля, я Глеба видел в Нижнем Новгороде, я вам честно скажу, у меня было ощущение, что он терминально заебался. Вот, ну, между нами, как бы, я считаю, что, типа, блядь, тот уровень, блядь, работы, которую выполняет Глеб, блядь, это нахуй ебануться можно. Соответственно. Ебать, вот, надеюсь, когда будет следующий тур, то Илья заедет в Карелию. Нахуй ты меня тегаешь под этим приколом. Вы нахуй реально не понимаете, да, как концерты работают? Смотрите, нахуй, рассказываю. Смотрите, блядь, вот, рассказываю. Если вы хотите концерт в своем городе любого исполнителя, вы идете, блядь, вот сюда. Идете в паблик, допустим, Мазелов, да, как бы, вот, идете сюда. Вот, 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 Мазелов. И вот вы, организатор, да, допустим, пишете вот на эту почту. Вот, блядь, вот почта. Говорите, здравствуйте, я, Вася Пупкин. Хочу сделать концерт Мазелова в Карелии. У меня есть вот столько денег, у меня есть вот столько клуб. Можно ли договориться? И с вами разговариваю. Если вы адекватный, у вас есть денюжка и, типа, какой-никакой опыт проведения мероприятий, шанс того, что вы договоритесь, будет заебись. И если вы договоритесь, то концерт будет. А писать вот эту хуйню, типа, это, ну, странно. Туры организовываются не артистом, я вам больше скажу, даже не его командой, нахуй, фактически. Туры организовывают специально обученные люди, которые, как бы, за выступление артиста платят деньги. Либо работают с этим же артистом под процентами. Это, типа, чуть-чуть странный прикол. У меня есть 500 рублей, площадь сайт реколы договорились с Zoom концерт. Есть шанс того, что ты пойдешь нахуй, но это не точно. Так вот, по поводу, собственно, вот мы договорились, что будет тур. Сделали прекрасный сайт. Соответственно, я по нему постоянно сверяюсь, когда у нас концерты, блядь. Вот ебло, да, ослиная. Вот буковка. И города, собственно. Вот пошло, блядь, вот здесь вот. И между нами, вот за вот эти три города, я когда... Да, это плохо. Слушай, да неплохо, Фитс Савергоном. Мне просто в чате пишут постоянно, когда, а чё, где Фитс Савергоном, а я не ебу, блядь, типа, где Фитс Савергоном. Я сказал, что, ну, блядь, да. Я просто помню, что ты мне говорил про Фитс Савергоном только тогда, когда вы в бардаке бухали. А так вообще, как-то, как будто бы мы об этом не разговаривали. Вот. И, соответственно, зная о том, что Илья в какой-то момент захочет поехать тур, нужно понимать, что первый тур артиста — это всегда очко, блядь. Типа, это всегда привыкание, это всегда нытьё, это всегда какие-то тупорылые решения, потому что люди не знают, как это работает на своей шкуре, и всегда происходит какое-то очко с этим делом. И я, как человек, который катался уже много раз в концертные туры, и который как бы организовывал и работал типа на этих концертных турах, я буду пиздоболом, если не скажу, что я абсолютно точно знал, что всё пойдёт по очку. И моя задача была сделать только так, чтобы этого очка было минимальное количество. Вот. И, соответственно... Вот, Илья пишет, да, я хотел фид с Савергоном, но вообще хз когда. Всё, понял. И, соответственно... В чём прикол? Когда мы договаривались о туре, была... Как ездят нормальные люди? Есть турменеджер, диджей, возможно, артист, ну и звукорежиссёр. Условно, там, Пирыч ездит с Владом Бесельдином, со звуковиком и он. Всё, три человека. Что захотел сделать Илья? Что захотелось сделать ебло? Ебло, блядь, захотело взять с собой всех друзей, блядь. Не, я как бы рад, да, как бы видеть и Дрейка, и, блядь, Тошу, и Ксюшу, и Андрея, и Алексея, и всех вообще нахуй видеть. Рад, но, сука, вы понимаете, что это геморроя примерно на каждого человека раз десять будет? То есть, как бы, я выступал в роли некой мамочки. То есть, как бы, приходит какой-то... Артура, вот я вам клянусь нахуй, я вам клянусь. Дрейк, блядь, в какой-то момент ко мне подходил какой-то... Артур, я хочу кушать. Чуваки, блядь. Вы понимаете, нахуй? Мне ещё надо подумать, как под Тошей кровать не развалится, нахуй. Знаете, ну сколько это, блядь, типа геморро сверху? Сука, про Дрейка вообще пиздец. Вот он сегодня такой, я про тебя всё расскажу. Я нахуй про тебя сейчас всё расскажу, дура дурная, блядь. У-у-у, блядь. Вот, и Лиль говорит, хочу, чтоб друзья мои все поехали. Я сказал, хорошо, Илиль. Давай, блядь, давай, нахуй. Давай, блядь, давай, поехали, блядь. Возьмём всех, блядь, будем это самое... Будет заебись. И, соответственно... Соответственно... Начинается согласование. Я вам клянусь нахуй, я больших проёбщиков, кроме стримеров, не видел, блядь, давно таких. То есть, условно, ну реально там моментами нужно было прям совсем тупые вопросы задавать. Потому что, опять же, пацаны не виноваты, пацаны просто не катались никогда. И они, типа, нихуя не понимают и, естественно, задают вопросы, типа, как это работает. Но я рад, что в первой связке в итоге все, блядь, ну, вели себя прилично, типа, не творили хуйню и всё было заебись. То есть, ну вот реально, были какие-то минимальные вопросы. Основные были, блядь, от господина Дрейка, блядь, честно говоря. Мне кажется, половина вопросов, блядь, по туру были от господина Дрейка, нахуй. И в моменте, короче, как это, что картонным штукам, что отдают. Ща всё расскажу, подожди. И господин Дрейк, блядь. Ща, я вам вот смотрите. Помните, вот я стримил, да, вот последний раз, когда вот мы альбом Салуки слушали, альбом Ауджи Будды, да, вот это всё. К слову, мне же респектануло Ауджи Будда и Салуки за эти релизы. И мне было приятно, что я, блядь, ну, хотя бы не просто так не спал. Потому что всё остальное время, если вы думаете, что я спал, блядь, даже сегодня, нахуй, я вообще не спал, нихуя нормально. Поэтому я буду вам всё рассказывать. Смотрите, вот я, значит, закончил стрим где-то в 3-4 утра. Пошёл к женщине своей, обнял её, посидел с ней минут 15, пошёл в душе, собрал вещи и уехал. И со мной был так называемый туровый мерч. Это были футболки, которые мне пацаны из VS Rapp'а отправили. И, соответственно, браслетисы ещё были, браслетисы, где браслеты и MZLF Tour. Соответственно, я, значит, у меня по здоровью есть проблема. Типа, я не могу, нахуй, таскать тяжёлое долго. Потому что мне потом прям критически ебанно становится. Вот буквально через час, через полтора мне вот реально начинает и живот тянуть, и, блядь, ну, короче, там всё вытекающее. И, соответственно, нахуй. Да, кто придумал принц сзади со списком, говорил, он согласовывался, блядь, там, 500 тысяч лет, блядь, между VS Rapp'ом и ребятами, там я, блядь, не принимал участие. Там, насколько я помню, было 10 вариаций шрифтов, типа, и я, нахуй, вот ещё это бы, блядь, контролировать, я не вывез, нахуй. Поэтому извините. И, соответственно, рассказываю. Я, блядь, пишу ребятам, говорю, чуваки, я сейчас вызываю такси, всем нам надо собрать. Я вам даже, нахуй, расписание пишу. Я этим людям, нахуй, расписал вот прям досконально, нахуй, что мы будем делать по секундам, нахуй, весь тур. И, соответственно, вот расписание. 21 числа в 6 утра мы должны были все собраться на Восточном вокзале, потому что у нас была ласточка в 6.32, типа, до Нижнего Новгорода. И, соответственно, я говорю, ребята, я, значит, беру, блядь, эти, мерч, мерч. И говорю, пацаны, встретьте меня, пожалуйста, на входе у вокзала. Они такие, да, все, Артур, вообще базара нет, мы тебя встретим. Как вы думаете, встретили ли меня ребята? Вот как вы считаете, вот, ну, они встретили меня? Нихуя, блядь, нихуя. А знаете почему? Они пошли жрать на Московском, этом, на Восточном вокзале шаурму, нахуй. Они говорят, извини, Артур, мы жрем. Я, нахуй, злой, как сука, просто. Иду, блядь, с этой всей хуйней. Тащусь, блядь, с этой всей залупой. Иду к ним, смотрю в глаза, они все. Я говорю, хуесосы, блядь. И в моменте мы попиздавали, ну, типа, покурили. Я был ебануто, блядь, злой из-за того, что я не выспавшийся, нахуй, стримил везде. Еще этот пиздец с первым треком на альбоме. Короче, прям, ну, ничего хорошего, блядь, я не испытывал в тот день. В итоге я говорю, сука, если вы этот мер сейчас не потащите, я его, нахуй, брать не буду. В итоге берет там Андже и Алексей, блядь, дай бог им здоровья. Самые полезные люди, блядь, в туре были после Ильи. И, типа, подтащили, мы идем в Ласточку, садимся, и нам нужно было ехать что-то три с половиной часа. И сидим, короче, вот здесь у окна Иль, Ксюша и Андре, ну, типа, кресло. И здесь, типа, с краю я, Драки, и у окна Антон, ты, два языка. Просто, сука, все хотят спать, объективно. Я сажусь, мы что-то поржали, хи-хи, ха-ха, в моменте, да, там. А, ну, еще Алексей там рядышком сидел, просто, типа, за другой вот этим блоком. И в моменте, блядь, и так, как бы, Тоша там полтора, блядь, места фактически занимал. Но, это ладно, сука, Дрейк, блядь, Дрейк, нахуй, блядь, ёбы, вот я только засыпать начинаю. Дрейк рядом, блядь. Сука, дергает меня постоянно, будет, блядь. Я уже в моменте глаза поднимаю, говорю, ты, блядь, заебал, нахуй. В итоге я уже не помню, то ли я там отсел, блядь, ну, отсел я по итогу от них, типа, чтобы спокойно поспать. И Дрейк постоянно что-то, видеоблог. Там же, блядь, ебать, его задрочили, конечно, типа, в какой-то, просто, кружочке снимали, блядь, когда он вот этот видеоблог хуярил. Потому что, Дрейк, знаете, как, как снимал видеоблог Дрейк? Вот, ничего не происходит, Дрейк берет, достает камеру и такой, это видеоблог. И просто направляет на всех. Как будто, ну, типа, вот сейчас что-то будет. Нахуя? Непонятно. Но, слава богу, в Нижний Новгород, короче, мы в итоге доехали. Я поспал, блядь, там, чуть не проебал AirPods в ласточке, слава богу, мне помогли его найти. Бабушка, между прочим, помогла найти. И в моменте, короче, мы, значится, приезжаем на квартиру. В этом туре мы, типа, в этой связке мы решили, что, типа, в отелях мы жить не будем, потому что нас дохуя, это, типа, снимать отели дорого. Мы решили, типа, давайте все в квартирах будем жить. И мы заехали на квартиру в Нижнем Новгороде, и это была самая уебищная квартира за кучу, блядь, времен, когда я жил в квартирах. Потому что, ну, реально, это была вот как питерская коммуналка с деревянными этими кроватями. Вот как в общежитии, нахуй. И при этом она была, сука, самая дорогая. Она там порядка девяти кусков стоила за сутки. При том, что на фотках она еще там ебал, дремал, нормально выглядела. И фишка в чем? Эту хату, не то, чтобы в ней там, пиздец, тусоваться планировали. Потому что мы приезжаем, скидываем вещи, может, там, подмываем очко, едем на площадку, даем концерт, возвращаемся, спим пару часов и едем обратно на машине, короче, в этот, в Самару. Ну, сука, я, конечно, охуел с того, что там кровать банально не выдерживала, типа, Антона. Слава богу, там были диванчики. И Тоха там фактически положил матрас, блядь, на разложной диван, лег и уснул, типа, и кайфовал. Мы сходили, типа, в рестик после этого, пожрали в мой, один из любимых рестиков, который мне когда-то в Нижнем показал Серафим. Там поели, вернулись в хату и попиздошили, значит, на площадку. Площадка была на какой-то набережной, пиздец, очень красиво было. Мы приезжаем, значит, туда. Проверяем райдер, там, все-все-все окей. Блядь, еще и прикол, я везде нахуй писал, короче, чтобы не было свинины. Но там в процессе передачи райдера куда-то этот пункт пропал, потому что я ее не ем. Я вам клянусь, в каждом городе было просто хуево туча свинины, блядь. Из-за этого я ничего жрать не мог. И в моменте, короче, мы приезжаем на площадку, я иду, подключаюсь, типа, начинаем, типа, там, весь вот этот чек. Я зову и Лиля. Все нормально, то есть там звук, ну, такой, средней степени говнястости. Мониторы там хуево работают, звукорежиссер такой, типа, не особо пиздатый, прямо скажем. Но, типа, каким-то чудом мы, типа, умудряемся нарулить нормальный звук. То есть, как бы, самое главное, что было в этом техническом райдере у Ли, это нормальный микрофон, типа, шуровский чаще всего. УЛХД, типа, и выше, там, типа, короче, хорошие микрофоны, кто знает, тот знает. И систему уштового мониторинга тоже, либо Сенхайзер, либо Шур, типа, скорее, хотелось бы, конечно, Шур. Для того, чтобы он в наушничках себя нормально слышал, потому что на сцене чаще всего мониторы в регионах это очко ебанное. Типа, и нихуя, блядь, там не слышно, поэтому, типа, решили взять, типа, и нейры. Ну, а я там, блядь, как-нибудь, блядь, с горем пополам справлюсь. По секрету вам скажу, в концерте в Нижнем Новгороде из мониторов я, когда начался концерт, не слышал вообще нихуя. Там просто... Вот это вот хуйня вся была. Прям пиши безумие. Так я писал! Это просто, видимо, когда там уже кто-то передавал организаторам, они решили почему-то это вычеркнуть. Я хуй знаю. Но мы по итогу это пофиксили. Потому что уже к третьему городу пацаны там угорали с того, что они даже в Казани свинину нашли. И, соответственно, начинается митингрид. Митингрид был прикольный. То есть там пришли люди. Мы поставили Илиля. Илиль фоткался. Все ребята фоткался. Бля, это вообще угар. Тоха с Дрейком вообще со всеми перефоткались. И со стороны, если... Ну, типа, это периодически выглядело очень смешно, потому что было ощущение, что они аудиторию за Илилем дожирают. Вот, типа, особенно драки, блядь. Это было очень весело. Я постоянно ходил их подъебывал, что, типа, блядь, шо вы, блядь, шо вы, блядь, хайпите. Хайпулю хотите, да? Хайпулю. Но, на удивление, вот после Илиля, не знаю, как мне показалось, больше всех, конечно, сфоткались с Ксюшей. Типа, ебать, Ксюша, конечно, мощный медийный флюгер. И в моменте, короче, все заебись, все четенько. Блядь, а можно, интересно, все-таки ТикТок открыть? Потому что там, блядь... Сейчас мы подходим к той части истории про Нижний Новгород, которая, блядь, скажем так, веселее уже будет. Честно вам скажу. Потому что, как бы... Там вообще очко начинается. Так, ну-ка, давайте я попробую ТикТок проверить. В ТикТоках осужденки много, так что давай аккуратнее. Я понял, но если шо, мы осудим обязательно, вы что? Мы такое только... Так. Ну-ка, блядь. Мазелу. Ну вот, допустим, вот так я сейчас сделаю. Вот. Давайте, пока оно там открывается, я с вами еще дальше допишу. Собственно, дальше начинается концерт. И вы наверняка уже, кто следит, в курсе о том, что концерт у нас прошел, мягко скажем, не совсем пиздата. Не очень, я б сказал, пиздата. Весь ТТ в туре Ильиля. И, соответственно, в чем прикол? А я уже заметил то, что аудитория Ильи, она из-за того, что считают его комфортиком, короче, они очень много позволяли себе отвлекать Илью от песен. Я такого не встречал ни у кого, нахуй. Даже у пирокинезиса фанатки, типа, себя так не ведут. Типа, в наглую, что, условно, чувак там поет песню про, там, то, какую... Ну, какую-то очень эмоциональную для себя песню. Мне бы было стрёмно, например, его прерывать. А, бля, я уверен, что, кстати, где-то есть перезаливы, кстати, концерта в Нижнем Новгороде. Вот еще, просто тут. Та-ха, Есус, про концерт Мазилова в Нижнем Новгороде. Бля. Вот, и, соответственно, в какой-то момент, короче, когда мы вышли петь, мы такие начинаем петь, и вроде прикольно, но начинают, я прям чувствую, что нести хуйню какую-то. Первые ряды такие... А-а-а, 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 суббота, а-а-а, еще какая-то хуйня. А-а-а, я такой, знаешь, типа, я Илье намекаю, что, типа, давай тормозить как-то, да, эту всю историю, типа, там, как-то тормозить, вся хуйня. И, понимаете, а Илья, он же только начал, типа, и он переживает, видимо, как-то жестить, ну, на тот момент переживал, типа, как-то жестить с аудиторией. И я понимаю то, что, ну, моментами меня, блядь, даже это выводит из себя. То есть, ну, типа, когда в какой-то момент Илье прилетело в ебало HQD, я вам клянусь нахуй. Я вам клянусь, блядь. Я думал, я кому-нибудь дам в GTA RP. Потому что, ну, это вот, ну, прям совсем попиздец. Когда там пакеты KFC какие-то летели, всякая хуйня, типа, и вот тогда было пиздец как неприятно, потому что какой-то долбоёб постоянно кричал, пошёл нахуй, типа. То есть, ну, это какой-то пиздец просто космического масштаба был. И я видел прям как Илье, типа, он периодически мне подходил. Я вам не буду говорить то, что он мне говорил. Но, если вкратце, нам всем хотелось просто уйти, типа. Нам всем просто хотелось съебаться, типа. Потому что у нас было чёткое ощущение, что, типа, нахуй мы тут не нужны вообще, типа. Нахуя мы сюда приехали? Потому что люди реально, типа, как на концерт, блядь, я не знаю, Влада А4 пришли. Это, как бы, ну, странный пиздец. И в моменте, короче, ну, вот это всё было. И Илья, у нас, типа, пошла по пизде вся программа, которая была изначально задрочена. Мы начали пытаться вывозить как-то вайбом это всё дело. Меняли программу, меняли трек-листы, ставили, ну, типа, что-то, чтобы и себя, и людей подбодрить. За чё, кстати, хочу в нижнем сказать респект, что когда начался тильт, типа, модеры и люхи, типа, и слэм, они прям жёстко активизировались и начали прям, ну, типа, ебашить. Прям пиздец ебашить пошли. И под конец уже как-то стало получше, типа, всё это дело. Но, короче, из вот этого очка, в котором мы оказались, ну, мы не выбрались, короче, я считаю, по итогу. Мы, типа, как профессионалы довели концерт до конца, да, типа, сделали всё, что могли. Но вообще у меня было ощущение, что я просто ничего не хотел говорить. Я вам клянусь, когда мы после этого концерта зашли в гримерку, там стояла такая гробовая тишина. И вы прикиньте, у человека, типа, было ощущение, что, типа, его никто нахуй слушать не будет. У него проходят первые два сольных концерта в Москве и в Питере, которые гиперуспешные, прям гиперпиздатые, гипервайбовые. Он такой, сейчас я поеду по городам, приезжает, блядь, в первый город, и там вот эта вот хуйня. И мы сидим все, блядь, просто все в ахуе, блядь. И ничего просто, вот, ну, ничего не лезет, типа, в голову, как это всё, типа, исправлять. Илья в тильте, я в тильте, все в тильте, нахуй. А нам, как бы, ещё, ну, типа, вставать в пять утра, ехать десять часов, типа, и всякая хуйня. И в моменте, короче, ну, я понимаю, что там, типа, я знаю, как можно из этого выйти, я знаю, что нужно быть чуть жёстче с аудиторией и всякое такое. Но у Илиля прям, ну, типа, мир перевернулся, мне казалось, в тот момент. И там, ну, типа, ребята, там, Тоха с Илилем чуть раньше уехали, там, типа, развеяться, скажем так. А мы остались, типа, с остальными ребятами, там, мерч пересчитывая, типа, туда-сюда, то есть, ну, у нас голова была не на месте, прямо скажем, типа, из-за этого всего. Мы вернулись на хату, а в этот день был ещё Глеб, короче, в нижнем. И он мне писал, типа, давай, увидимся, чё-то, чё-то, короче. Вся хуйня. Давай, типа, затусуемся. И я довёз, типа, ребят, Илиль уже был дома, он чуть в себя пришёл. Это из-за них был концерт, короче, остальных, да, потому что у нас фактически пошла по пизде программа. В Самаре родинки скипнули. Это просто Илья затупил. То есть, он просто в какой-то момент скипнул родинки, а я такой, ну, он скипнул, потому что он захотел. Я ему потом сказал, говорю, почему мы скипнули в Самаре родинки. Он такой, блядь, мы же реально скипнули. Вот так вот, ну, типа. И, соответственно... Соответственно, короче, был жёсткий тильт у всех. Все легли спать, потому что нихуя никто не мог спать. А ваш покорный слуга попиздавал в отель к Глебу, который был в 700 метрах, типа, от нашей хаты, типа, встретиться с Глебом. И я пока шёл по этому Нижнему Новгороду эти, там, 5-7 минут. Я шёл с мыслями, типа, вот уже, знаешь, всё закончилось, соответственно, чуть спало. Я иду, и я понимаю, блядь, какая же хуйня. Да почему так-то, блядь? Ну, почему всё вот так было, блядь? Я себя винить начинаю, типа, такой, ну, блядь. Я прям, ну, был сильно расстроен из-за всего вот этого дерьма. И когда я пришёл, меня, типа, встретил Глебас в этом... Внизу, типа, мы сели, типа, покурить сигаретку. Я ему в красках начинаю описывать, что произошло. И Глебас, короче, такой, бля, какая хуйня, типа, ну, бля, это первый тур. Нужно, типа, просто было по-другому, ты сам всё знаешь. Я говорю, так я знаю, ну, ты ж понимаешь, что, типа, это, ну, не сразу всё приходит. И он такой, ща, погоди. И он взял у меня, короче, мобилу и нахуярил Алие, короче, клёвый такой мотивационный войс, типа, поддержал его и всякое такое. То есть, ну, вот это было прям пиздец мило. Что Глебстер такой... Чувак, давай, он меня поддержал, Илью поддержал, короче. Говорил, пойдём прямо сейчас к нему, я, типа, чё, с ним посиди. Я говорю, блядь, ну, типа, оставь, он там, типа, спит, отдыхает вся хуйня. Но, типа, Глеб такой, типа, чуваки, всё будет окей. И всякое такое. И в моменте, короче, мы потом посидели с Глебом, провели приятное время, пообщались там, типа, чуть выпили, прямо скажем, чё, уж тут греха таить. И, типа, на хорошем таком вайбе, типа, с ребятами, они меня потом, типа, там где-то ближе к 4 утра проводили до, типа, нашей хаты. Мы, типа, прогулялись. Ну, и фоточку видели там в ТГ, наверное, типа, что вот с Глебиком были. И, соответственно, мы допиздошил. Ну, я вернулся в квартиру, все ребята спят. Блядь. И вот тут вскрывается вторая проблема поездок с этими ребятами. Я клянусь вам нахуй. Я когда открыл дверь, когда я открыл дверь, я ногами, блядь, чувствовал храп. Вот такой. Это пиздец, блядь. Я такой, знаете, подпитый, хе-хей, типа, иду. А я в наушниках с шумодавом, то есть, ну, типа, я ничего не слышу. Но я ногами чувствую землетрясение, блядь, какое-то. Оказалось, что, типа, там... Ну, знаете, как было? Я, Алексей и Андре Ромашин, типа, были в одной комнате, Тоха с Дрейком в другой, Ксюша с Иллилем, соответственно, в третьей. И я, типа, заходил в комнату Андре и, типа, Алексея, И я слышу, как храпит Андре, блядь. Просто, блядь, ёбаный паровоз. Ну, просто пиздец, нахуй. И я так понимаю, что, типа, по общей панораме Там ещё из комнаты Антона, типа, такое-то... Как эхом, нахуй. Знаете, вот как дилей, блядь. Типа, тебе просто прилетает, блядь. Пизда. Я в итоге такой, ну, спать мне вариантов нет. Видимо, буду спать в тачке, потому что, ну, блядь, Хули моё было решение пойти с Глебиком встретиться. Нормально. Нормально будет всё. И я, типа, посидел, посмотрел там... Какие-то видосики, короче, я посмотрел. Чё-то скачал себе в тачку. На всякий случай. И в моменте ребята начинают просыпаться, типа, приходит время, когда нужно вставать, начинают играть в будильнике. Я вот только-только решил, типа, просто задремать чуть-чуть, и начинает играть в будильник Андрея Ромашина, вот это айфоновский, классический. Чуваки, я вам клянусь, нахуй, вот положа руку на сердце, Андрей Ромашина и, блядь, Алексея Барагозера невозможно, блядь, разбудить никакими способами, блядь. Никакими вообще, блядь, невозможно. Эти, блядь, два дебика, им вообще на всё похуй, блядь. У Андрея, блядь, играл ёбаный будильник 20 блядских минут. 20, блядь. А у него ещё айфон последний, как у меня, и он просто орёт на всю хату этому вообще до пизды, блядь. То есть там будильник, храп, будильник, храп, будильник, храп. И в какой-то момент, это ладно, начинает играть будильник у Лёши. У Лёши на будильнике стояла песня ПОСОСИ! ПОСОСИ, блядь! Ну а вы прикиньте, вот у меня одновременно айфоновский будильник, ПОСОСИ и храп Андрея Ромашина. Пиздато! Ебать, я чуть с ума не сошёл. Я, в итоге, я встаю, и как мне потом Андрей рассказывает, говорит, я, блядь, глаза открываю, вижу тебя голого, тянущегося ко мне, я, пиздец, испугался. Я не знаю, чё он там подумал, но я, у меня в глазах была злоба, как мне казалось. В итоге все встают, все собираются, и мы должны были на машинке, на минивенчике, короче, ехать. В этот, как его? Самэйру. Должны были ехать в Самэйру. Ехать в Самэйру было 10 часов. Это была самая сложная, типа, вот эта вот долгая поездка будет, скорее всего, за весь тур. Потому что, ну, там, логистически просто по-другому не варик было. И, прикиньте, у нас минчик на 8 человек плюс водитель. Сзади, типа, 6 мест. Спереди 2 и водитель. Ну, как в маршрутке. И с нами при этом еще Андрей, Тоха и Алексей. Которые, ну, такие молодые люди с амортизатором любви, я их называю. Я говорю, Дрейк, блять, иди нахуй вперед, потому что тебя пацаны, типа, задавят на этом. Я лучше с ними сяду, я мало места сяду, иди. Дрейк, нахуй, ебаный. Нееет! Нееет! А еще у нас вообще трагедия была. У нас водитель, короче, был против электронных парилок в машине. И там все пизда, блять. У Дрейкича, блять, у пацанов просто случилось, нахуй. У них инфаркт, блять, чуть не уебал. Там ебло утиное, блять. В смысле, я буду 10 часов не курить, а шкуди? Просто, блять, ебануться. И, короче, в моменте мы, значит, расселись, я в итоге пошел вперед. Мы заехали с утра во вкусная точка. Пизда, холодно было в этот день. И такие... И, соответственно, короче, такие, блять, все. Погнали. Значит, ехать в машине. И я такой, ага. Ехать 10 часов. Я не спал. Я сейчас рубанусь, нахуй, моментально. Проснусь. И либо будет половина пути, минимум. Как в идеальном случае, я ему все проеду. Я, типа, буду вообще в шоколаде. И выспавшийся, и вот эту вот дорогу скипну у себя. Я уснул. Потому что у меня есть скилл засыпать в любых местах, если у меня есть варик поспать. В любую секунду вообще. В любую, нахуй. Если у меня есть варик, типа, уснуть, я засыпаю просто вот так вот, блять. Вот если я прям вот заебанный, я вот прям сразу вырубаюсь. Это вот меня туры научили, общежитие, блять. Мне вообще похуй. Даже если рядом спит, храпит Андрей Ромашин, это, конечно, неприятно, но я засыпаю. И в моменте, короче, я вот пристегиваюсь, надеваю капюшочек, чтобы глаза не светило с переднего. Очки даже стреляю, но очки в итоге не пригодились. Нацепляю наушники, включаю себе стендапчик какой-то. И все, типа. Все, ебать. Еще пацаны надо мной ржали, блять, что я в ласточке уснул, блять. В автобусе уснул, а они все не смогли. Бля, я вам даже сейчас нахуй покажу. Где у нас туровый чатик, блять? Туровый чатик. Вот, туровый чатик. Сука, ублюдки, блять. Я вам сейчас нахуй все покажу. Я вам все сейчас покажу, блять. Вот. Посмотрите нахуй. Вот это я сплю. Вот это не спят все. А я сплю. А вот это все. А вот это я. И они решили, что это очень смешно, начать вот, ну, вот этим вот заниматься. Надо, Wi-Fi вам не надо. И вот это вот тоже фоточки, блять, с момента, как мы едем. Это уже вот ребята спят. Это вот пацаны нахуй. Соответственно. Мы, значит, едем, едем, едем. Я заснул, просыпаюсь. Прошло где-то 4,5 часа. Я такой, ой, хорошо, хорошо. Я еще спать хочу. Нормально. А мы остановились, что-то там туалет покурить. Не помню, короче. Я из-за этого проснулся. Я такой, ой, хорошо, вот уже первый. Вот этот скип был, сейчас будет второй. Я смотрю на навигатор у водилы. Там показывает, что ехать еще 8,5 часов. А я точно знаю, что я спал 4. Ну, типа, я на время смотрю. Плюс еще, оказывается, между Нижним и Самарой там еще плюс 1 во времени. Типа, был. Из-за часовых поясов. Я такой, так, блять, а куда нахуй? А что мы, блять, 2 часа, блять, делали? Оказывается, что мы встряли в какую-то ебанутую пробку и все время, которое я спал, блять, мы фактически стояли в пробке. Я понимаю, что мы, типа, не то, что на саундчек, мы, блять, возможно, на митингрит нахуй опоздаем. И уже потом в процессе, типа, мы чуть-чуть переиграли, мы митку перенесли на после концерта и очень быстро отчекались. Огромное спасибо, нахуй, персоналу клуба «Звезда», которые оказались самыми профессиональными людьми в регионах, блять, за всю мою жизнь, которые просто все так пиздато сделали, что к моменту, когда мы приехали, мы почекались 5 минут и мы уже готовы были, типа, выступать. Ну, реально. И, соответственно, ну, нервяк, да, жопы у всех, типа, прилипли и так далее, мы каким-то чудом в итоге где-то там к 6 доезжаем до Самейры. То есть, соответственно, вот мы в 5 утра просыпались, мы в 6 вечера только в Самейре были. И после этого, значится, мы приезжаем в Самейру, пацаны там Тоха и Драки едут, типа, на квартиру забирать ключи, мы с остальными, типа, берем мерч, типа, идем там на саундчек и раскладывать мерч. Начинаем, блять, значит, сочекаться, чек прошел просто великолепно, нахуй, я просто был в таком восторге. И теперь я перед концертами кто заметил, я в Самейре и в Казани говорил, типа, некие правила, типа, из разряда, например, не бросаться нахуй на сцену ничем, пожалуйста. Вообще, блять. Вариатов, кроме больших, не было, нет, там логистически был, типа, по-другому не варик, скажем так. И, соответственно, че? Мы приезжаем в Самейру, чекаемся, начинается мит-эн-грид, все, а, блядь, фу, господи, мит-эн-грид был перенесен, начинается вход, я выхожу играть, там начинается вот это веселье, и я словил какой-то вайп первого московского концерта Ильиля, вот как в джипсаре, что все прям врываются. А оказывается, короче, после постов Ильи и после Нижнего Новгорода, из-за того, что стримил Андрей, эта вся хуйня дико расфорсилась. В тиктоках, не в тиктоках, везде. И уже, когда люди шли в Самаре, они шли нахуй, ну, кричать, нижний сосать, фактически, за их, типа, проебы, и я вам клянусь, это было, ну, они прям с головой закрыли, типа, весь тот ад, который был в Нижнем Новгороде, и просто, типа, ну, это, это было, ну, типа, они папы, реально, типа, просто, ну, это ебнули. Давайте я вам чуть-чуть видосов еще покажу, что тут в интернетах. Блядь, а что Хесусу, блядь, ты сказал-то, ебта, что там Хесус? Так, только можно я, блядь, не в Яндекс браузере это буду делать, а в Сафари? Вот, спасибо. Спасибо. Так, давай. Ой-ой-ой, ой, как много текста, блин, мне так лень читать. А есть какая-то программа, которая бы мне зачитала этот текст? Есть же какие-то нейросети, ну-ка, 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 ну-ка. Да, Селера, но там, по-моему, ограничения, там, по-моему, ограничения. Ну-ка. Блядь, деда блинился, даже читать тексты не хруст. Я очень хороший о самом городе, когда я говорил, что тут действительно много добрых людей, я не врал, из всех с кем не довелся. После этого концерта всего, что сегодня произошло, я получил гигантский опыт и сделал очень важные выводы, благодаря которым дальнейшие концерты такой 24 часа не больше 2000 символов. Ну, пиздец, блядь, я только время проебал на это. Ой, блядь, сегодняшние лица, кидавшие вещи на сцену, когда я просил этого не делать, кричащие за предки, просящий птичек и пеннис большой, зевавшие унылые ёблок, которые пришли слухануть в субботу, услышать меня. Вы и вам подобные в моём кабинете и на моих мероприятиях нахуй не нужны. Мне насрать, какие деньги вы заплатили, чего вы ожидали и на вашей хотелке. Таким людям надо расписываться не на бумажке и фломастером, а мочой на лице. И вы уебаны даже не за то, что вы испортили настроение меня, это далеко не главное. Вы уебаны, потому что вы чуть не сорвали концерты и испортили настроение другим ребятам, которые просто пришли хорошо провести время. Ну он фактит, типа в этом посте, типа я думал, что он прям совсем будет жестить. Он прям, ну, раздал базу, скажем так. Подожди. Ради которых всё это и проводилось. Из-за вашего полного непонимания контекстного мероприятия, наглости, эфирической тупости и потенциально охуенный концерт в Нижнем Новгороде превратился в пиздец, какой позор. После этого концерта и всего, что сегодня произошло, я получил гигантский опыт и сделал очень важные выводы, благодаря которым дальнейшие концерты такой проблемы не заимеют. Так что, ребят, подобное сегодняшнее время... Да, вот, собственно, решением проблемы было, типа, не реагировать Илюхе, типа, настолько жестко, типа, на всю хуйню и при этом мне выписывать пиздюлей людям за такую, за такие неприятные вещи, типа, заранее обозначать, что, типа, и инструктироваться с охраной на эту тему. О, вот, кстати, вот здесь вот есть какие-то нарезки смешные. Соответственно... Да, вот тут есть всякие приколы. Чтоб вы понимали, как это выглядело просто. Вот. Вот смотрите, начинает всякая хуйня лететь. Плакаты, шапки, аж куди вот в ебало прилетело. Вот опять еще какая-то хуйня. Илья пытается это все не замечать, а эта залупа все еще летит. Блядь! Ёлый брат! То есть им похуй то, что он говорит. Вообще поебать. Вот просто вот, ну, кристаллический похуй. Просто вот, ну, похую людям. И это просто было отвратительно. Но! Все-таки вернемся, типа, ладно, сейчас еще, может, какой-нибудь тут роличек найдется. Блядь, прикольный. Блядь, Нижний Новгород, Нижний Новгород. Вот смотрите, там в какой-то момент даже Тоха вышел, я вышел. Типа просто вот здесь вот у нас... То есть я уже начал вперед идти, там, бэчить Илюхи, просто чтобы как-то это все закомфортить. И самый пиздос был вот здесь, когда... кто-то принимал в этом участие. Ну, он напиздел, прямо скажем. Но, собственно... Вот. А потом была Самара, и в Самаре просто пиздец. Просто пиздец был. Просто ебанутый пиздец. Вот сейчас быстро прижимемся по Наревскому, раз уж чуваки сделали. И вы просто вот приколитесь, как это было охуенно. Посмотрите нахуй! Это... Это пчела опыляет цветок, типа. Ну, у Илюхи есть, типа, песня, да, все знают. Но... Посмотрите! Пчела летает! Там пчела летает! Пиздец! Вот это было пиздец имба! И Саппорт в Самаре делал просто все для того, чтобы мы вообще не тильтовали. И в этом плане они просто ебнутые красавчики. Ебнутые красавчики, типа. Он в гримёрке сидит меня. Бля, вот мне так хочется... А где Андрей? Андрей, покажи себя! А вот там, посмотрите, на балкон, видите? Там сейчас... Да! Да! Там сейчас Андрюха стримит, стримит мой концерт. И передайте, пожалуйста, привет всему чату, отреча... Привет! Я уверен, они воно интересовно гордятся за то, что вы себя охуенно ведёте. Спасибо большое, я всегда тоже лично. Потому что мы реально в охуе были. Потому что всё так охуенно, а ещё и на контрасте с Нижним Новгородом. Вы тоже прыгайте, пожалуйста. Раз! Два! Три! И мой список стол напишет слова. Посмотрите, блядь. Вот это вообще другое дело. Вообще другое дело. Это в Саиковсказе блеклый явно. Вернусь опять писать, наверное, беспорядочно. И там в ТикТоке вообще пизда. Типа... Там столько, блядь, нарезок. Вообще концовка, мы тут вообще все расчувствовались. Чуть даже я слезу не пустил. Ну, чтобы вы понимали, Илья не плачет. Он просто вот, ну, типа, у него глаз чешется. Это нужно понимать. Вот у него глаз чешется, да? Вот он, глаз чешется. Я подхожу к нему. Давай, брат, почеши. Почеши глаз. Давай, почеши. Все будет нормально. Илья! 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 Она, клянусь вам, нахуй. Она вот пару песен вот просто кричала без продуху Илья. Я не выдержал уже в моменте. Я подхожу, говорю, что такое? Вот. Я к ней подхожу, говорю, типа, вот, вот ты кричишь, типа, да, вот, ну, песни перебиваешь, там, подводки, еще что-то. Вот что тебе надо? Вот смотрите, что она сказала. Пусть он возьмет 10 рублей. Пусть он возьмет 10 рублей. Давайте все вместе подробно. надо, блядь, ради этого пять минут кричать. И все такие, да! Да! 10 рублей, все. Ура! Ну, это ладно, это хотя бы смешно было. Как бы, бог с ним. Но это, конечно, ну, типа, на грани, на грани был прикол, прямо скажем. На грани. И в моменте, короче, вот, собственно, мы отыграли Самару, просто ебануто закайфовались. Я так понимаю, что там был еще чел, у него ник, как там, Гуакамоле, кажется, типа, чувачок. Мы с ним там за Уджибуду что-то перетерли, за альбом. Типа, ну, прикольный чувак с первого взгляда, скажем так, типа. И еще два каких-то кента, блядь, я забыл, короче, как их зовут. Правда. Ну, вот, типа, не обессудьте. Один был Кент с ТикТока, чувак, который с нами остался, типа, на хате. Охуенный тоже Кент, просто пиздец. Он в какой-то момент, зная, что мы все заебались, сходил нам там 6-7 литров воды просто принес. Просто красавчик, блядь, типа, ебнутый. Нет арми. Да-да-да-да, вот этот чувак. Просто ебанутый чувак, типа, прям, уважение ему пизда, типа, за это летит. И мы сидели что-то там, потом вернулись на квартиру, типа, покушать, заказали, покушали и, типа, спать легли, потому что 10 часов дороги, типа, все не выспавшиеся, все заебанные, там, сгоняли в душик, типа, и по хатам. Хата была, кстати, ну, типа, разъеб. Мне понравилось. Типа, но потом нам надо было, типа, в 10, типа, ехать в Казань. Мы пошли, что-то пожрали в Самейре. По-моему, опять в вкусная точка заехали, типа, взяли себе еды, пожрали там. Или что-то, да, ну, короче, что-то где-то мы поели, я уже не... Воду вообще никак пронести. Куда? На площадку? Нет, конечно. А, в столовой, да, мы в столовой пожрали. В столовой мы пожрали какой-то. Все такие, давай в столовую, давай в столовую. Я там, ну, типа, честно говоря, вообще нихуя не съел, мне не понравилось. Но ребятам очень зашло, как я понял. И в моменте мы поперлись, значит, в тачку, и уже ехать было 5 часов, реальных 5 часов, и мы, ну, типа, на мой вкус, опять же, я проспал половину дороги, точно даже большую часть. И мне вообще было похуй. Ребятам вроде, типа, уже более-менее привычно тоже было. Мы доехали спокойно до Казани, приехали на квартиру. Квартира была одна из самых пиздатых, типа, вообще за всю связку, наверное, в Казани. Там была отличная погода, просто в футболке гоня. И очень красивый город Казань, просто пиздец, очень красивый город был. И в моменте, короче, в моменте, оказалось, короче, что, ну, вот прям все очень круто. И к нам еще приехала Арина, и, блядь, Дрейк сразу такой, о, о, блядь, такой прям, переменился немножечко мальчик. И мне Дрейк, типа, говорил, что он там в каком-то городе хочет, типа, поиграть. Я вам, короче, сложно объяснить Дрейку, что играть диджеев нужно учиться, но я ему решил помочь, что-таки мы хорошие, типа, там, товарищи. Дрейк так просто смело заявляет о том, что он диджеи сет отыграл, но я вам клюсь, он ни на одну кнопку не нажал. Ну, вот буквально. Он мне вот так вот пальцем в ноутбук, вот так вот, блядь, тыкал, на какой трек ему хочется поставить. Темп, хуемп, ему вообще похуй было. Просто вот так вот, типа, ебашил, и все. Надо, кстати, реально Дрейку, может, в Питере найти какого-нибудь учителя по диджеингу, пускай учится, блядь, было бы заебить. И, соответственно, мы приехали в Казани на площадочку, и площадочка, прямо скажем, честно, меня разочаровала, потому что она, там, короче, был подвал жесткий, там интернета не было, к моменту нашего приезда нихуя ничего подключено не было, микрофоны, блядь, нерайдерные, какие-то караокешные, уебишные, мы с ними чекались, и вот, знаете, вот первый раз за все, по мою память, или я просто, ну, типа, мог просто остановить трек, такой, блядь, ну, со звуком, пизда, типа, есть варик что-то с этим сделать, столбы, да, вот эти стояли, типа, они света, конечно, пиздатого давали по итогу, но, типа, лучше бы их, конечно, не было, и звук такой себе, и, блядь, взаимодействие с площадкой какое-то странное было, но, типа, знаете, там был админ, мы с ним, типа, я ему говорил, типа, косяк, 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 он, типа, спокойно, там, что мог, делал, там, аж кудихи какие-то странные были, я знаю, что у Дрейка, блядь, не звук, блядь, взорвал жопу, а вот то, что ему аж куди, блядь, нормальный, они привезли, делбич, блядь, в гугле вбей 100 ручьев, там, пиздец, это в Казани, а, это изначально, где был концерт, да, но мы перенеслись, в Воронеже концерты всегда имба, каждый раз, когда бываю разъеб, ну, блядь, сука, вот люди, которые меня сейчас смотрят, из, блядь, конфы Воронежского концерта, вы можете нахуй мне не писать каждый ебаный день, блядь, пожалуйста, я вас вот очень прошу, блядь, каждый ебаный день, можно не писать мне, блядь, о том, что у вас там, блядь, что-то, вы там придумали, что вам что-то надо, блядь, и всякое такое, вот, пожалуйста, нахуй, очень прошу, блядь, можно как-то, Ну, до концерта, блядь, месяц, нахуй Вы можете, блядь, ну Реально, ну, есть о чём сейчас подумать Пожалуйста, блядь Вот передайте, нахуй, это воронежским типам Ой, здравствуйте, Арту А можно, пожалуйста, на концерте воронеж Забрать тебе клиз со сцены? Нахуя? Типа, не знаю Но, ладно И, соответственно, в Казань, когда мы приехали К нам должен был присоединиться ДК ДК, видимо, напившись, блядь На концерте у Лиды в Питере На следующий день Жаловался долго, типа Мы что-то едем, короче, смотрим ДК, он там такой Блядь, в пулково пиво 719 рублей, блядь, стоит Сая хуйня И по итогу выяснилось, что ДК проебал свой рейс Из-за того, что он там, как я понимаю У него поменялся выход И он просто, типа, завтыкал Эту перемену Он там говорит, что якобы Смартавиа долбоебы Что это не объявляли Но Не знаю, типа Я все-таки склонен верить тому, что Это Данек, типа, не досмотрел Но, короче, сам факт того, что Данек не доехал И, соответственно, типа, да Там спецгость в Казани У нас по пизде пошел Мы уже, типа, придумали Что мы будем, типа Петь его песенки, короче И То есть ДК пиздабл Да схуяли ДК пиздабл Типа, я просто считаю, что, типа Ну, это можно Даже если не объявляли, типа, смену выхода Да, это косяк Но, типа, есть табло всегда Типа, можно было по таблу, типа, чекнуться Короче, непонятно, типа Я не хочу в этом разбираться Но сам факт того, что Был вот кружочек Пива Пива И следующий же Бля, ребята, я проебал рейс Это, вот, чисто на контрасте Это пизда смешно было Просто пизда Очень смешно, типа, было Я просто ебану-то Угорал с этого Это было просто ебать Мы как суки все ржали, типа С комбинацией этих кружочков подряд, типа Это просто пизда Без Воронежа один и тот же чел пишет Нет, там несколько людей писало Я уже не помню, кто это И, короче, суть в чем Мы, значит, приехали на площадку Звук, блядь, очко Мы отправили организаторов Ну, типа, покупали Типа, забирать райдерные микрофоны Чтобы они искали Они их нашли Но из-за того, что у нас уже Дачился мид ингрид Типа, нам в какой-то момент Пришлось чекаться при людях И мы говорим Хорошо, миды пусть на чеке Там две-три песни побудут И в какой-то момент Звуковик, блядь Ну, гений, блядь Решил, что А там, знаете, вот как В магазинах Вот есть вот такая шторка Которая открывается Типа, знаете, вот эта вот Которая Такая решетчатая Немножечко, типа И вот такая же была Со входом на танцпол И что сделал товарищ Звуковик После того, как Я ему сказал Давай отчекнемся Он начал открывать танцпол Вот я не знаю Нахуй Вот, ну, в каком В каком мире, блядь Это две взаимосвязанные вещи Но звукарь решил Вот, знаете, как от машины Есть, типа, открыватель Вот этот вот, типа Тошатачку Пип-пип Вот эта хуйня Он просто открыл И там реально клюсь, блядь Болото из детей Вот так вот Как зомби, блядь Вылазить из-под этой вот Хуйни Начало просто Ааа Вот эту вот залупу И у нас уже в зале Ну, типа, человек 50 Не, 60 было на мете Уже человек 100 Я ему говорю Что, закрывай, блядь И он начал закрывать И там детей реально давить Начало Такое Короче, очко какое-то Это очень всрато было И в итоге мы что-то отчекались Ну такие, блядь, ну хуй с ним пойдет Типа, и всякое такое И пошли, короче, в зал У нас у всех было, типа, странное ощущение от клуба В какой-то момент я потом вышел с Дрейком Типа, вот этот диджей-сет выступать И вот, чтобы вы понимали, зафиксируйте Перед выходом на сцену, типа, вот перед началом концерта Звукарь обычно меняет батарейки Типа, на микрофонах, они всегда есть в райдере Типа, для того, чтобы у нас к моменту выхода батарейки были полные Чтобы микрофон точно, блядь, не разрядился Железобетонно И выяснилось, что звукарь поменял батарейки, но на старых микрофонах А на новых не поменял И прикиньте, вот мы играем в диджей-сайт Я что-то слышу, микрофон что-то трещать начинает Я такой смотрю, а у них начинают садяться батарейки У обоих причем Микрофон Ильи с его инейрами у него А у меня, типа, мой И он просто трещит Он просто трещит Слава богу, у меня еще инейры, кстати, были в этом городе Потому что если бы не было инейров, которые для ДК завозили Это вообще очко было бы Я бы вообще ничего не слышал опять Но теперь я в райдер себе вписал, чтобы у меня наушники всегда вообще были С слушным мониторингом И в моменте, короче, я понимаю, что У нас разряжены микрофоны Я там на какую-то лестницу к световику поднимаюсь Говорю, блядь, где звукарь? Он там находит звукаря Я ему звукарю, говорю, иди меняй батарейки Он при мне меняет батарейки на моем микрофоне И просто съебывается И у меня в голове А, блядь, артисту! И я бегу, возвращаю его обратно Говорю, типа, Ксюша, сгоняй за микрофон Ну, типа, я злой пизда Типа, я хочу, за микрофонами сгоняй! Она бежит за микрофонами Приносит мне микрофон И я ему говорю, так артисту тоже надо поменять Он такой, а-а-а-а! И начинает, вот я вам кричу Вот он вот так вот с Ксюшей просто Вот так вот разминается Вот так вот просто вот разминается И идет к Илье А Ксюша несет на... Я ему кричу опять Вот, ну, типа, пытаюсь до него докричаться Блядь! Вернись! А там стоит Дрейк, ему похуй! Он просто... Вот я ему там свожу, что-то стараюсь А он просто стоит... Ну, легенда! О-о-о! О-о-о! Александр Фломастер, спасибо большое за рейт 335 человек Спасибо большое! Ребята, приветствую! Приветствую! Я рассказываю, как я в концерты съездил Потом мы будем слушать альбом Мазелова Если что, если вам интересно, оставайтесь Если вам не интересно, ну... Очень жаль, но у нас тут вообще круто А, чё вы делали с Сашей? Расскажите, чё вы делали с Сашей? Чё с Саньком делали? Мы с ним что-нибудь списывались, кстати, по какой-то причине А, я вспомнил Да Баттл смотрели А, Джарахова, что ли? И пишку Мазелова чекали? О-о-о! Заебись! Чё, как альбом, Саша? Расскажите, как альбом, Саша? Я просто могу рассказать со стороны человека Который помогал этот альбом выпускать, короче, какие-то фишки Нормально 63 набрал А это из скольки? Из 100? Я просто, блядь Вот честно, я вот в системе оценок Саши не разбираюсь Типа, вот правда Вот положа руку на сердце Типа, я не выкупаю, типа Как он это делает Я просто не очень люблю вот эти вот циферные истории Из 90 Всё, я понял Базара нет Ну, в любом случае, Саше огромный респект За то, что рейды дает Реально стабильно Типа, это пизда приятно, честно скажу типа, круто, что музыкальные обзорщики на Твиче, там, Booker, Flom, ну, если, блядь, хотите, чуть-чуть я, мы, типа, можем там друг друга вот так саппортить. Мне, как там начинающему, очень приятно, что пацаны, типа, врываются, и как-то мне помогают в этом вопросе. Это пиздец. Когда совместно стрим с фломастером, мы думаем, короче, об одной активности с фломастером, но я пока, короче, карты раскрывать не хочу, потому что мы договорились с Сашей, что мы что-то сделаем, но о том, когда мы это сделаем, это уже как бы пускай останется тайной, окей? Хрюберг? Какой хрюберг, блядь? Кто это вообще? Кто это? Подскажите. Вот, сейчас я, ребят, дорасскажу, короче, историю из Казани, с концерта. И, собственно, мы в Казани мы пригоняем, короче, вот, начинается концерт, и я вам клянусь, блядь, мы решили, короче, пару треков добавить, которых нигде не было, это, типа, Флав, Первый Секс, типа, ну, таких, короче, покачевее концерты сделать. И в моменте, короче, чтоб вы понимали, чтоб вы понимали. Было очень круто, и, чуваки, из Движ Казань, как я понимаю, да, это саппорт такой в Казани, они прям, ну, люто, короче, крутили слэмы. И вот слэмы там были прям 12 из 10, мне прям очень было круто. Мы даже ебанули стену смерти, типа, то есть, типа, чуваки прям кайфовали, танцевали, прыгали. Было прям пиздато. И это вообще пиздец было круто. И единственное, кстати, я сейчас с Бесединным это обсуждал, с менеджером Пирыча, я говорю, пацаны, я вашу фишку, короче, в Нижнем адаптировал с танцеванием в центре. Типа, только мы не розы дарим, типа, а браслетики из мерча. Потому что, ну, в Нижнем это была патовая ситуация, я пытался хоть как-то вайп, типа, поднять, и мне в голову это пришло, я такой, блядь, сразу не думая, типа, начал делать. А потом я в Казани, типа, Илья вкинул, говорит, давай тут тоже сделаем, потому что пиздец очень вайбово было. Я сегодня так... Чтоб сразу потом не говорили, блядь, они даже фишки у Пирокинаиса ворут. Я, блядь, с Пирычем работаю, нахуй, больше пяти лет, так что не надо, блядь, мы эти фишки вместе все придумывали. Все санкционировано, не переживайте. И, короче, в моменте... Собственно, был концерт, и концерт был просто полный разъебалово, просто пиздец. Я был в жлютом ахуе от того, как было охуенно, люди врывались, и вот какой бы звук очко не был, столбы, блядь, какая-то дезорганизация, люди просто, ну, ёбнуто вытащили концерт. Просто Эчпочмак с Зевертиным, блядь, то, как пели царапку, как орали Аэростат, как, блядь, ебашились на однополярностях, на родинках, на флаве, на первом сексе стена смерти. Короче, все было прям супер пиздато. И самый, типа, кульминационный момент был, когда в конце пацаны начали звать Илью в слэм, а он, ну, типа, у него есть такой момент, что он не совсем тактильный человек с людьми, которых он не знает, он прям, ну, и вот представь, что чуваку прям реально плохо от этого. Вот ему прям стрёмно. И я в итоге ему сказал, типа, говорю, пойдём просто песню споёшь, типа, люди сядут. Он в итоге спустился вниз, спасибо чувакам с саппорта, что никакой хуйни вообще не было, прям вообще никто, блядь, не дёрнулся, блядь, не ещё что-то, прям очень круто было. И это было просто пиздец, как вайбово, просто ебать, как вайбово было. Я просто охуел, как было пиздато. Петь, типа, ну, Илюха пел. Единственное, был косяк, блядь, у него всё-таки батарейки начали садиться. Я ему в какой-то момент на втором куплете свой микрофон дал, там были прерывания, но тот вайб, который был, просто пиздец. И вот, прикиньте, это первая связка городов в регионах у чувака, и он испытал всё, блядь, от полного пиздеца, блядь, в Нижнем Новгороде до охуительного концерта в Самаре, блядь, по атмосфере, по семейности, там, и потом тоже семейности, но при этом очень жёсткой, такой, мощной движухи в Казани. И там, ну, у нас реально каскад эмоций просто был какой-то. Какой-то таджик, девочек, ноги лапал, когда Илья в толпе был. Долбоёб, об этом надо было сигнализировать охране сразу. Она жёстко разревелась там. А, я, просто из-за типа вайба, я понял. Ну, блядь. А, и был единственный концерт в Казани, когда мы, типа, пошли ещё на бис ебануть человейников. И есть, короче, отдельный прикол. После того, как Илья, видимо, получил плюс реп от Три дня дождя, вышла же песня Запиши и стирай. Чуваки, я вам клянусь, нахуй, Мазелов в тачке её послушал, блядь, ну раз сто. Вот он просто каждые две секунды Артур, поставь, пожалуйста, запиши и стирай. Артур, пожалуйста, поставь, запиши и стирай. Я хочу, чтобы на разыгре было запиши и стирай. И он просто как ебанутый, блядь, на этой песне просто с ума сошёл, блядь. Он её слушает каждый божий день, каждую секунду, каждый, блядь, варик за край, да. Ну, типа, вы поняли про чё? Просто пиздец, просто дрочит её, блядь, и дрочит, дрочит её, и дрочит. Всё, блядь. Когда он получил успех. Ну, вот в нижнем, я же вам рассказывал, блядь, что Глебчик ему от меня, типа, написал лучи поддержки, скажем так. И в моменте просто ебать, как заохуярило всё это дело по эмоции. Илья там такой, блядь, Артур, типа, так охуенно, что всё это получилось. Начал мне какие-то дифирамбы петь, а я, ну, типа, не люблю такую движуху, но, прямо скажем, приятно было, что, короче, ну, всё нравится, всё хорошо, короче. Мы поехали в Казань и потом, типа, в квартиру. Ребята остались ещё на день, чтобы с ДК побыть, а мы с Андреем Ромашиным и Андрюхой, тьфу, блядь, с Андрюхой и с Алексеем похуярили, блядь, в Москву на самолёте. Я вам клянусь, блядь, мы летели в самолёте полном таджиков и киргизов. Я не знаю, почему братья из Таджикистана и Киргизии куда-то в большой компании в Москву летели, но мне казалось, что там просто строительная фирма летит. И меня просто тоже постоянно будили, пытались спросить, как на Ксиоме роуминг поменять и всякое такое, блядь. Ну, очень странный был полёт. Ну, а в итоге, вот как-то так у нас тур прошёл. И следующий город Москва, 5 мая. Приходите, пожалуйста, в Москве. В Москве, дай бог, будет где-то около 2000 человек. Надо, кстати, Фломчика позвать на концерт в Москве, если у него будет варик, типа, будет нормально. И, соответственно, типа, будет прям разъебалово. Будет Диппинс, будет Жо-Жо, будет Стинт. Короче, все наши ребята будут, скажем так. Правда, я с Жо-Жо не знаком, блядь, и, честно говоря, хорошего он во мне пока мало вызывает, но посмотрим. От какого города больше всего ожидается. Я хочу в Москве посмотреть концерт, потому что Москва самый масштабный концерт будет, и, типа, очень интересно, чем это все закончится. Жека Луни, ну, все будут, типа, чуваки, там, ну, во встрече, по-моему, все гости, кстати, указаны. Давайте посмотрим. Просто, может, я, блядь, в глаза ебусь, но там был, был список. В СПБ первой же не будет. Ну, блядь, его не объявляли. Я-то Андрея приглашу в любом случае, типа, если я думаю, что у него, если будет время и возможность прийти, он, типа, придет. Но это надо у Андрея спрашивать. Типа, гостем там песни петь точно вряд ли будет он, типа. так, где, блядь, ну, скидки, хуитки. Во, Жоржа Хэфэ, Жека Луни, Ди Пенис, Стинт, Максимка. Ну, короче, все наши будут в любом случае, типа, вообще все. Поэтому не этот, не переживайте, там все пизда это будет. Так, хотя в Краснодаре там, друзья, с работы не получится. Бля, в Краснодаре я чувствую, тоже разъебалово будет. Я очень люблю концерты в Краснодаре, в Ростове, но Краснодар прям отдельная любовь. Я прям очень, типа, кайфую с этого. Прям очень кайфую. Прям очень, очень кайфую. Очень хочется. Вот. Соответственно, да, как-то так. Че, хотите обзор на альбомы Лиля? И, друзья, полоски на день рождения на подарок к Илье 450 рублей? Вы хотите, чтобы я ему подарил, блядь, жвачку лавыс? Вы че, хотите, чтобы я реально человеку подарил жвачку лавыс? Вы не хотите это самое передать за проезд немножечко? Нет такого у вас желания? Я как бы ни на что не намекаю, но, типа, сделайте красиво, пожалуйста. Красиво будет только с Мазеловым. Я в целом, блядь, в тур еду столько с Мазеловым сейчас. Меня никто другой в тур не приглашал. Понимаете, что ли? Поймите это. И подпишитесь на телегу. Я в телеге всегда пишу, когда я где-то выступаю. Поэтому имейте в виду, типа, телеграм, телега. Вот, идите туда. у Мазелова когда-то в будущем будет стадионный концерт, то сколько придет? Ну, блядь, для того, чтобы... Мы же не долбоеб, мы не будем организовывать стадионный концерт. Вот. Короче, давайте слушать альбом Мазелова. Ща я напишу еще. У меня есть вопрос по поводу вздохов Ильи на треках, хотя его сводят в треке. Зачем вздохи на треках? Блядь, а вам не кажется, что вздохи на треках были и у Пирокинезиса, и у Ангела, особенно у Федора стади, это компрессия, типа, жесткая, это фишка Федора, типа, и ему нравится такой звук, и я когда-то понимаю, что Илье тоже это нравится. Это нормальная тема. Ну, типа, это по кайфу им так, типа, делать. Спасибо большое. Но, правда, вот этот прикол про какого-то стримера, инсайдер, кажется, который выебывался на вздохе, ну, блядь, братик, извини, конечно, но при всем уважении ты просто, ну, не выкупаешь. Типа, правда, ты просто не выкупаешь. Кто ты такой, чтобы это базарить, я вообще не понимаю. Там, по-моему, Рейди будет в Красноярске. Был что-то какой-то такой разговор, но надо с Левой пообщаться.